В хозяйстве у нас 14 023 гектара в этом году. Основная культура, которая выращивается на орошении, их две. То есть это до сегодняшнего года выращивались такие, как соя, два года подряд. Потом разрывался, ну где два, где три года. Потом вот этот вот зернобобовый клин разрывался такой зерновой культурой, как кукуруза. И потом опять высевалась соя. С этого года у нас на орошении также попробовали посеять после ранних сортов сои озимую твердую пшеницу. Мы всегда по календарному плану закладываем 5 поливов, например, по 500 метров кубических воды на гектар. Но мы знаем, что в начальной фазе развития сои, ну когда, например, она только еще растет, ну такими нормами не нужно поливать. Почему? Потому что просто можно заболачивать или просто размывать посевы и вкладывать ненужные затраты. Поэтому мы на начальных этапах всегда проводим полив. Это ближе к фазе цветения соя. То есть первый полив, например, с нормой 200 метров кубических на гектар. То есть что приравнивается, например, 20 миллиметров. Потом по мере того, как соя, например, растет, поливную норму мы прибавляем. Второй полив может быть, например, с нормой 250 миллиметров. Третий полив может быть, например, с нормой 350, четвертый 450 и последний под налив семян. Это уже август месяц, например, может быть до 500 метров кубических на гектар. То есть выливаться воды. Поливы проводим с применением датчиков контроля влажности. И, например, каждый день обследуем, например, в хозяйстве с ручными влагомерами. Смотрим по каждой машине, какая влагоемкость почвы. Чтобы поставить правильно тот срок, когда включить очередной полив. Соя, как я сказал, уже культура муссонного климата. И она может потреблять до 5000 метров кубических воды на гектаре. Но в наших условиях мы закладываем полив из расчета 5 поливов по 500 метров кубических. Это 2,5 тысячи. Но в зависимости год от года, например, может быть и экономия на воде. То есть вот как было, например, в 2022 году. Дожди проходили очень часто. И мы ни в июне, ни в июле не поливали. А поливальцы начали только, например, в августе. И поэтому, например, по 2022 году из запланированных где-то 100 миллионов мы планировали потратить воды на всю сою. Площадь сои у нас была 6581 гектар. Мы израсходовали ровно половину. То есть 50 миллионов рублей было потрачено на воду. Достаточно большие средства. То есть у нас вода идет, головная насосная стоит на реке Волга. В 2022 году куб поливной воды Волжской у нас стоил 5 рублей 58 копеек. И вот на четвертый год уже, то есть как бы удорожание, мы слышим, будет на 10 процентов. И куб поливной воды будет стоить 7 рублей 44 копеек. В экономике хозяйства, то есть вот полив играет существенную роль. Потому что можно заплатить, я говорю, как еще раз повторяюсь, в 2022 году было истрачено на воду 50 миллионов рублей. А уже, например, в 2023 году за воду мы отдали 100 миллионов рублей. Вот так. То есть это достаточно большие средства. Если не поливать, то есть на багаре, багарные участки, например, есть у большей части фермеров, у которых нету орошения. Так вот, засуха 2023 года, особенно август месяца, для сои очень негативно сказалось. То есть урожай, ну, редко превышал, например, 10 или 11 центеров на багаре. И это, я еще раз повторяюсь, наши условия, это не Курск и не Белгород, где на багаре, например, получают урожай, там, например, по 28-30. Орошение – это основная статья расходов при выращивании сои в вашем хозяйстве? Ну, это одна из основных статей, то есть затрат. Расходов. Почему? Потому что… Расходов, да. Почему? Потому что, ну, если даже есть орошение, а если не будешь вкладывать, например, средства на минеральное питание, то тоже больших урожаев не будешь получать, потому что, ну, как бы растение останется голодное. Ну, и поэтому вот по 22-му году, например, на минеральные удобрения, ну, еще раз повторяюсь, у нас площадь сои в 22-м году была 6581 гектар, и затраты на минеральное удобрение, только на сою, были 68 миллионов рублей. Она в 23-м году, то есть затраты на минеральное питание было в размере 77 миллионов рублей. И, ну, основная еще статья затрат – это средства защиты. В горе можно, например, отработать один раз гербицидами и больше не работать, потому что, ну, из-за того, что, например, дождей нету, и сорняки могут не прорастать. На дождевании это, ну, так не получится. В 22-м году урожайность сои была 29,1 центра. Со всеми теми затратами, которые мы понесли, то есть рентабельность сои составила 34%. В общем, себестоимость одной тонны на орошении была 24 тысячи рублей, а цена реализации была 38 тысяч рублей. То есть 14 тысяч 600 рублей было чистой прибыли с каждой тонны. И вот если мы урожай, ну, почти 3 тонны получили, то есть у нас рентабельное вот так на орошении – это соя и такая культура, как кукуруза. Кукуруза, если на орошении получаешь в районе 100 центнеров с гектара, 100 центнеров с гектара, то кукуруза всегда конкурирует по рентабельности с соей. Смотрите, у нас в хозяйстве, кроме того, вот что я сказал, мы занимаемся размножением или там производством семян, выращиваются такие два основных сорта. Это вот местные селекции «Самер-4». Почему? Потому что сорт стабилен на орошении и по урожайности, и по качественным характеристикам. Тоже белок всегда за 40%. И второй сорт, я еще раз повторяюсь, это импортный, то есть это селекция «Садба Улинца» сорта «Кордомпа», который в 2022 году сняли с производства. Поэтому, ну, вот в этом году мы его часть с лошадей сеем в последний раз и вывозим. Сорт неплохой, но все время, например, по урожаю стабильно высокая урожайность, но белок, например, по сравнению с «Самером» все время ниже, например, 38% на абсолютно сухое вещество. И вот сейчас, в этом году мы для себя ряд сортов покупаем, например, по 5 тонн 5 сортов купили, чтобы их посеять, например, по 20 гектар в разных местах в нашем хозяйстве, чтобы сравнить, посмотреть, и что лучше, и потом заменить вот этот вот сорт. Ну, чем вот этот вот «Кордомпа»? Ну, во-первых, он не лишен недостатков, а недостатки у него одни. Например, от «Самера» он отличается тем, что при перестое он может раскрываться, поэтому раскрывается и, ну, просто осыпаться. Поэтому «Самера-4» или, вот, например, линейка «Самеров», если они даже раскрываются, то зерно висит на створках и, ну, как бы, очень долго может подождать. Ну, тем не менее, вот соя – это такая культура, которая, ну, требует к себе очень большого внимания. Что, если, например, говорю, по сравнению с «Богорой», ну, во-первых, на орошении надо затрачиваться больше, чтобы получать урожай на средства защиты, как я еще повторяю, что там, например, может и первая, и вторая волна сорняков быть, и также на минеральное питание. Если хочешь получать урожай, ты должен складываться. Мы, ну, вообще, как бы, до этого в хозяйстве занимались вот такими сортами, которые, например, ну, имеют оптимальный и белок, и высокую урожайность. Вот, я говорю, два основных сорта – это наш «Самер-4» и «Кордоба». Но, понимаете, вот при наличии больших площадей сои очень тяжело. Например, ну, 6 тысяч, например, сидишь, сентябрь ждешь, когда соя подойдет, а в один прекрасный момент она, например, раз и поспела вся. И очень большие трудности с уборкой. Поэтому мы вот с этого года, как бы, ну, в своем хозяйстве вот уборочный комвейер выстраиваем, чтобы постепенно убирать, например, ранние сорта, потом средние и переходить на поздние. И вот по белку, то есть в этом году особенно очень остро стоит вопрос, например, в ценовом диапазоне. Если белок низкий, то и цена на сою достаточно низкая. Например, 35-й протеин – 35 тысяч за тонну. А если, например, белок за 40 или 41, то максимальную цену можно 44 тысячи рублей за тонну брать. То есть это за товарное зерно. Поэтому здесь, ну, должны быть сорта такие, которые, ну, дают максимальный все-таки урожай и максимальный белок. Вот, то есть, поэтому, ну, сейчас на рынке очень много и компаний, и сортов, которые представляют, ну, сою. Ну, я все время говорю, то есть для себя надо искать, находить. Сначала, конечно, не кидаться в омут с головой, там, ну, сразу не менять, например, там, на тысячу, там, или на две тысячи непроверенный сорт. Надо сначала приобрести, например, на небольшую площадь, попробовать откатать по технологии, по белку, то есть как получится, даже, может, не один год, пару-тройку лет, и потом уже вводить его в производство в больших количествах. Потому что можно, ну, как бы взять, и потом резко наступит разочарование. Да, Александр Иванович, ну, и заключительный, наверное, вопрос. Надо предусматривать при орошении затраты на сушку, на сушилку? Обязательно. То есть, вот, смотрите, здесь, вот, последние года, то есть, вот, ну, погода дает такие сюрпризы, и поэтому сейчас нужно в каждом хозяйстве иметь сушилку. Почему? Потому что не только для сои, но, может, и для любых культур, там, и для ячменей, там, или для подсолнечника, для того же, то есть, могут, ну, выпасть такие условия, что без сушилки ты будешь свой урожай отдавать за бесценок. У нас, ну, в нашем хозяйстве, то есть, имеются две сушилки, это польская арай и английская штраль. То есть, вот две сушилки, которые позволяют нам в кратчайшие сроки, то есть, просушить урожай. Мы, единственное, стараемся не сушить семенной материал, то есть, для того, чтобы не терять, ну, качественные характеристики на всхожесть. А остальное зерно, если, ну, как бы, необходимость такая, мы все просушиваем. И еще раз, часто уборка сои проходит, например, не в сентябре, а, например, в октябре. Ну, в октябре у нас уже погода меняется, и, ну, часто выпадают и дожди, поэтому соя, она уже не может сама на корню, например, высохнуть. И поэтому досушивание – это обязательный агроприем. Субтитры сделал DimaTorzok